Отчет о деятельности правительства за 2020 год стал главной темой очередной сессии республиканского парламента. Его представил глава республики Олег Николаев. Реализация стратегии социально-экономического развития республики и национальных проектов – основные показатели работы. Республиканский бюджет был исполнен на 99%, а основные расходы носили социально-культурный характер. Несмотря на стагнацию в экономике из-за пандемии, в прошлом году удалось выполнить показатели 9 национальных и 51 регионального проекта. В республику поступило более 11 миллиардов рублей. В республике в 2022 году построены и отремонтированы или введены в эксплуатацию следующие объекты. 7 дошкольных образовательных организаций на 1380 мест в Чебоксарском и Северском районах. Две школьные в районе Новый город, город Чебоксар, и в селе Байгулова Козловского района. Три сельских дома культуры в Урнавском, Канарском и Чебоксарском районах. 8 фарпов, региональный центр по хоккею, благоустроены 6 дворовых территорий и 37 общественных пространств. Построено и отремонтировано более 80 километров дорог. Это только часть результатов реализации мероприятий в рамках национальных и региональных проектов. Ограничительные меры привели к большим убыткам в малом бизнесе. Людям пришлось уйти под административные отпуска. Кто-то вовсе потерял работу. Поэтому особое внимание было уделено мерам государственной поддержки. Правительству удалось проиндексировать пособия, увеличить размер республиканского материнского капитала, обеспечить дополнительные выплаты на детей до 7 лет, отдельно на подготовку детей к школе. На эти цели было направлено 12 миллиардов рублей. В отрасли здравоохранения в прошлом году, конечно, все силы были брошены на борьбу с ковидом. Закуплены автомобили для скорой помощи. Современное медицинское оборудование. В отрасли здравоохранения выделены средства на лекарства от инфекции. Медикам выплачено 2 миллиарда рублей за работу в красной зоне. Среди плюсов хорошие показатели в сельском хозяйстве. Республика на лидирующих позициях в производстве картофеля, овощей, молока, зерновых растет экспорт продукции агропрома. Олег Николаев отметил и развитие ТАСЭР, моногородов и технопарков. Одним из приоритетных стратегических направлений деятельности правительства Чувашской республики является формирование новых точек роста экономики. Ведется работа по расширению перечня разрешенных видов экономической деятельности на территории опережающей социально-экономическое развитие Канаш, которая позволит привлечь дополнительно 7 миллиардов рублей инвестиций, создать 1500 новых рабочих мест. Буквально вот несколько дней назад мы включили в число резидентов ТАСЭР Канаш 5 предприятий, 5 инвесторов, и на рассмотрении сейчас находятся 4, но мы предполагаем, 3 из них имеют очень высокие шансы на включение в качество резидентов. По регламенту каждая фракция могла задать 3 вопроса. Единороссов интересовала вопрос строительства мусоросортировочных станций. Коммунисты спросили, продолжится ли поддержка предпринимателей, а депутаты от ЛДПР беспокоят дорогу в одном из столичных микрорайонов, построенная с нарушениями. Все фракции, кроме ЛДПР, поддержали отчет правительства. Мы действительно воздержались при голосовании. Дело в том, что, внимательно изучив отчет, мы, конечно же, увидели, как всегда, это бывает положительной цифрой. Но, вникая в эти цифры и общаясь с избирателями в Чувашской республике, мы, конечно, видим, что не всегда наши избиратели чувствуют, что все у нас так в республике хорошо. Я хотел похвалить Кабинет министров за ту инициативу по объединению некоторых контролирующих органов. Как раз это КСП, это предоставление услуг населению в виде МФЦ. Я хотел на этой ноте завершить и сказать, что мы не будем голосовать против. То есть мы не выказываем такую какую-то резкую критику. Мы говорим о проблемах, которые мы считаем недоработаны за год. И опять же, я тогда оговорился, что на самом деле сегодняшний Кабинет министров всего год работает. Отчет содержательный, предметный и детальный. Это было приятно констатировать. Цифры хорошие. Я понимаю, что в отчетах, конечно, говорят о хороших результатах. Но есть и негативные статистики, с которыми нужно работать. С вызовами, с которыми нужно справляться. Это и уровень бедности населения. И ниже прожиточного минимума у нас количество жителей республики пока еще большое. Внимание нужно уделять на эти проблемы в том числе. Но задача была... Доклад мы сегодня выслушали, приняли к сведению. Основным достижением прошлого года в этих тяжелых, сложных условиях, которые предъявила нам пандемия, это была системность и четкость действий Кабинета министров Чувашской республики. Что мы и видели, в принципе. Потому что, как было сказано, было несколько трансфертов к муниципальному образованию. Были беспрецедентные меры направлены на здравоохранение Чувашской республики для ликвидации пандемии. И вместе с тем немалые средства были направлены на поддержание и малого и среднего бизнеса, и населения Чувашской республики свыше 6 миллиардов рублей на прямые выплаты в это непростое время. Ну и, конечно же, была сделана большая работа по заделу на будущее. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.